Станица волнуется. Жители обеспокоены отводом войск. Напомним, 21 сентября в Минске подписанное соглашение предусматривает три зоны разведения подразделений ВСУ и вооруженных формирований отдельных районов Луганской и Донецкой областей. В районе населенных пунктов Золотой, Петровская и Станица Луганская. Обеспокоенность местных жителей обуславлена тем, что отвод войск подразделений ВСУ от Северского Донца на один километр в так называемой зоне безопасности оказываются административные учреждения, школа, банк и жилые дома. В случае несоблюдения договоренностей со стороны боевиков, как это уже было в Станице и Дебальцево, под угрозой оказываются около 9 тысяч жителей поселка. Юрий Горбус отправился в Станицу Луганскую, чтобы успокоить станичан. Его позиция – не отводить подразделения Вооруженных сил Украины. Сегодня Минский пока либо не видит, что от памятника Игоря там же нет людей. Та сторона ничем не рискует. Я не только с территорией, я людьми рискую. И с солдатами в том числе, которые, упаси Боже, потом надо будет опять отбивать территорию. Тут очень четкая позиция. Если мы затянем еще все-таки решения более жестких на всех соглашениях, где бы это не происходило, в этот момент наши дети растут там, которым в мозги вбивают не то, что надо. И когда-то через 10 лет, через 3 года, не знаю, через год поднимут занавеси и скажут, ну ладно, живите вместе. И потом наши дети друг друга будут бить. Вот это самое страшное. И об этом никто еще ни разу не говорил. Так вот моя позиция, почему мы не должны играться. Мы говорим, если мы говорим о мире, давайте перестанем стрелять. Давайте, дайте возможность общаться народу с народом. В прифронтовых больницах Луганщины дефицит медицинских кадров. Многие врачи из-за боевых действий уехали из населенных пунктов на линии разграничения. Помочь пупаснянским коллегам решили врачи из Ивана Франковска. Шесть квалифицированных медиков уже приехали в местную больницу и принимают пациентов. А за первые три дня они провели несколько операций. Подробности от наших корреспондентов. Жительницы Попасной Татьяне Челамбитько только вчера сделали операцию. Татьяна говорит, на ее счастье приехал хирург из Ивана Франковска. В местной больнице сейчас просто нет такого специалиста. Квалификация отлично, ждали их очень. Все прошло замечательно, без боли, все хорошо. Для нас важно. Спасибо им большое за бесплатную операцию. Один только главврач и вообще хирургов нет. У нас вообще со специалистами, медиками, врачами очень большая напряженка в Попасной. Вообще врачей очень мало. Да, не подевались. У вас были врачи до начала боевых действий? Наверное, может в связи с боевыми действиями уехали. А так вообще у нас городок маленький, не сильно хотят врачи сюда ехать работать. В Попаснянской больнице, говорит главный врач, сейчас острая нехватка врачей. Особенно не хватает хирургов. Известие о том, что в больнице Попасны принимают медики из Ивано-Франковска, быстро распространилась по городу. Поэтому возле их кабинета в очереди. Инициировал такой врачебный десант в Попасной бывший боец АТО, военный врач, а сейчас главврач Ивано-Франковской клинической больницы Тарас Масляк. Он служил неподалеку Попасны и часто привозил сюда бойцов с передовой. Поэтому проблемы с нехваткой врачей ему известны. Мы договорились, что когда я пойду, извольнюсь в славу армии, привезу такую группу людей, добровольцев, которые, если сгодятся сюда приехать, вот мы и приехали, сделали такой десант сюда, лекари сгодились, мы такую акцию сделали Ивано-Франковскому, приехали сейчас 6 лекарей. Попасну согласились поехать в основном заведующие отделений Франковской больницы. Так показывают пример другим. Дякую нашему главному лекарю, потому что была такая инициатива, потому что действительно есть лекари, которые работают, потому что так, покликанно Богом, скажу так, невысоко сказано. И вот у меня в отделе работают 15 лекарей, где я работаю с заведующим. Большинство из них погодилось на данный момент, что они готовы приехать сюда, но заведующий должен был поехать первый. По договоренности, между двумя больницами эта группа медиков из Прикарпатья будет работать в попасной три недели. После этого им на смену должны приехать другие врачи. Уже сейчас формируется новая бригада врачебного десанта. Юлия Щербак, ПОДИЕ. Инвестиции в сферу образования. В Старобельске состоялось выездное заседание Комитета Верховной Рады Украины по вопросам науки и образования. Заместитель министра образования и науки Павел Хабзей и члены комитета отметили, что сложная общественно-политическая ситуация в регионе порождает новые вызовы для учащихся, их родителей и педагогов. С подробностями Екатерина Тырина. Перед началом заседания руководитель области Юрий Горбуз отметил, насколько важно провести встречу с представителями министерства, членами комитета и народными депутатами на территории Луганщины, чтобы все проблемы и предложения собравшихся работников сферы образования области были услышаны. Каждую ночь у нас идут обстрелы, но сегодня все школы у нас открыты. 1 сентября все детки пошли в школы, в садики. Когда стал губернатором, у меня была четкая позиция, что мы делаем в образовании и многое уже получилось. Это не только школы отремонтировать, утеплить. Задача была еще другая – это по высшим учебным заведениям все-таки вернуть на территорию Луганщины. И сегодня у нас за это время уже два университета дома. Это медицинский и милицейский наши. Участники заседания обсудили, как развивать на Луганщине систему образования, начиная от дошкольного и заканчивая высшим. И как эту систему финансировать. Мы обговорили с вопросом подвищения заработной платы вчителей на 33,5%, которая, я думаю, будет проголосована в рамках бюджета Украины. Также мы обговорили с вопросом, чтобы была обеспечена соответствующая субвенция на загальную среднюю освету для детей, которые учатся в профтехосвитии. А также обговорили вопросы эффективности осветы. Мы должны послушаться к людям, понимать их проблемы. И вам честно скажу, что то, что происходит в Луганске, в Донецке, фактически осветители – это герои. В ходе заседания участники говорили о возможности возрождения аграрного университета, который сейчас базируется в Харькове, на базе существующих в райцентрах аграрных лицеев и ПТУ. Екатерина Тирина, Илья Трофимов, Подии. На коллегии Луганской обл. госадминистрации сегодня проанализировали ход подготовки к отопительному сезону. Заслушали информацию о результатах аудита и эффективности использования средств госбюджета в городах и районах области, направленных на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов инфраструктуры. Рассмотрели и другие важные вопросы. Губернатор Юрий Горбуз потребовал от директоров департаментов и руководителей территорий конкретных действий при реализации стратегии развития Луганской области до 2020 года. Он также заявил, что этот документ будет обновлен. Надо четко понимать, что есть 16-й год, когда мы принимаем стратегию. В 2020 году мы должны получить что? По сельскому хозяйству. У нас есть миллион тонн зерна. Почему сегодня максимально все области от нас ее вывозят? Что для этого надо? Сегодня мы хлеб с Харькова употребляем 50%. То если мы дадим возможность создать еще 4-5 поставить пекарень, дать возможность кредитования этим малому бизнесу, то мы четко будем понимать, что до 2020 года мы выйдем на 80% или 70% где экономика в этом. И тогда это создание рабочих мест. И это не вся информация, подготовленная командой ПУДИ. Далее в выпуске. Реалии фейковой ЛНРи. Нет денег платить за коммунальные услуги. Ройте окопы. Житель Белокуракина – успешный селекционер. Фейковой ЛНРи не плательщиков коммунальных услуг отправят рыть окопы или посадят на 15 суток. Боевики луганского недогосударства переходят в банды донецких террористов из-за большего денежного обеспечения. Главари незаконной ДНР решили национализировать гуманитарную помощь, которая поступает на временно оккупированную территорию. Подробно об этом в нашем традиционном обзоре. Нет денег платить за коммунальные услуги – ройте окопы. Главный террорист фейковой ЛНРи Плотницкий приказал наказывать коммунальных должников тюрьмой и участием в боевых действиях. Об этом пишет Остров. Так 23 сентября на очередном сборище министров-самозванцев главаря боевиков осенило новой недогениальной идеей. Не плательщиков коммунальных услуг отправлять рыть окопы, сажать на 15 суток и посылать на общественные работы. Не предложил террорист Плотницкий платить людям зарплаты, пенсии, обеспечивать рабочими местами. Смог только придумать виды наказаний для нищих местных жителей. Говорит, способов много. Я думаю, вы договоритесь и найдете, как вы сможете воздействовать на таких людей. У нас есть много способов. Вот там вон, до рытья окопов. У нас тоже это есть. И много чего другого. У нас народный совет принял сейчас. У Игоря Александровича есть там сколько, 15 суток, да? Есть общественные работы. В незаконной Донецкой псевдореспублике материальное состояние людей не лучше. Местным жителям не за что покупать еду, одежду и медикаменты. А за коммунальные услуги уже давно никто не платит. Поэтому в оккупированном боевиками Снежном многоэтажках за долги будут отключать канализацию. С 1 октября в захваченном городе будет производиться отключение водоотведения. Очередной приступ заботы о местных жителях налицо. Уходят воевать туда, где больше платья. До боевики Луганского недогосударства переходят в банды донецких террористов из-за больших зарплат. Об этом пишет военный эксперт Дмитрий Тымчу. Передает 0642. Так среди боевиков 2-го армейского корпуса бандитской ЛНРе растут протестные настроения. Террористы требуют увольнения, чтобы перейти служить в 1-й армейский корпус Донецкой псевдореспублики. Все дело в том, что соседняя террористическая банда ДНРе имеет более высокий уровень денежного обеспечения, который составляет для рядового состава 18 тысяч рублей. Для офицеров порядка 30 тысяч рублей. Правда, с октября этого года туго придется всем пророссийским боевикам. Раньше один оклад делили на три доли. Командирам боевикам на развитие бандитской части и остаток на руки. Теперь оклад будет еще меньше. Россия урезала финансирование незаконных ЛДНР. Экономический кризис добрался не до террористов. Бандитское руководство Донецкой псевдореспублики долго думало, как оправдать разворовывание гуманитарки и решило ее национализировать. Об этом пишет информатор. Так гуманитарную помощь планируется отжимать у псевдосоюзов афганцев и десантников. Теперь вся гуманитарная помощь, которая поступает на временно оккупированную территорию Донецкой области для этих организаций, автоматически будет выгружаться в магазинах террориста Захарченко. Это решение вызвало возмущение у представителей так называемых общественных организаций. Их представители собираются обратиться к российским кураторам с просьбой повлиять на противоправные решения главарей Донецкого недогосударства. Правда, как показала практика, путинские кураторы не обращают внимания на проблемы простых людей, как и боевики. Беззаконие и безнаказанность процветают на оккупированной территории. СБУ выявило еще одну попытку завербовать гражданина Украины для сотрудничества с террористами незаконной ДНР. Представитель Международной гуманитарной организации, которая работает на подконтрольной Украине территории Луганщины, по собственным делам ехал на оккупированную территорию Донеччины. После пересечения линии разграничения его задержали боевики бандитской ДНР, обвинили в шпионаже и склоняли к негласному сотрудничеству с псевдослужбами. После физического и психологического насилия его отпустили. Мужчина вернулся на подконтрольную украинской власти территорию, где его выявили сотрудники СБУ. Под физическим насилием я с целью личной безопасности должен был подписать подписку о добровольном сотрудничестве с так называемыми силовыми структурами ДНР, что было и совершено, потому что я переживал за свою жизнь и здоровье. Служба безопасности Украины напоминает, государственная измена наказывается лишением свободы сроком до 15 лет. Вместе с тем, гражданин Украины, который не совершил никаких действий и добровольно заявил органам государственной власти о том, не будет уголовно наказан. Не только наша телекомпания живет в условиях отсутствия электроэнергии. От решений ЛЭО пострадал также Попаснянский водоканал, который не может полноценно работать. В такой же ситуации оказался и Северодонецкий теплокоммунэнерго. За долги предприятия обесточено и обеспечить своевременную подачу тепла в жилые дома теперь невозможно. С подробностями Анастасия Волкова. За последние несколько недель города нашей области часто страдают от отключения электроэнергии. Пути решения проблемы обсуждали на очередной сессии городского совета. Сейчас обесточен Северодонецкий теплокоммунэнерго. Если не решить проблему быстро, северодончане останутся без тепла в отопительный сезон. Практически все объекты Северодонецкий теплокоммунэнерго обесточены. Задолженность предприятия больше 4,5 миллиона рублей. Граничивая теплость будут до уровня оплаты. Соответственно, неоплата каждого потребителя приведет к отключению в абсолютном сентябре. Поэтому решение по Северодонецкому теплокоммунэнерго на данный момент такое. Мы не будем отключать, пока не будет либо отлачены долги, либо заключена ракетная структуризация. Депутаты с таким ультиматумом не согласны. Сейчас расплатиться с долгами нет возможности, поэтому необходима отсрочка. К тому же, говорят, есть города, в которых задолженности перед Лео куда больше. Я приведу вам пример Лесчанска, который заполняет сети с середины августа, у которого все объекты подключены, и у которого долг составляет несколько десятков миллионов. 30-40. То есть наши 4... 110. Неправильно вы говорите. 110. 110, Валентин Васильевич подправляет. То есть наши 4 миллиона, при наших оборотах в следующем отопительном сезоне от 15 до 27 миллионов в месяц, 4 миллиона мы гасим, не особо напрягаясь, до 1 января. Поговорили и разошлись. Каждый при своем мнении. Если раньше отопительный сезон начинался с 15 октября, то когда станет тепло в домах в этом году, пока неизвестно. Анастасия Волкова, Николай Розниченко, ПУДИИ. Сегодня педагогов области поздравляли с Днем Учителя. В городском дворце культуры чествовали лучших представителей профессии. Сами учителя говорят, что кроме традиционного концерта и поздравлений, они рады редкой возможности встретиться с коллегами, обменяться теплыми приветствиями и планами. Как проходил праздник и чего не хватает в сфере образования, узнавала Наталья Войнова. Педагоги Луганской области сегодня принимали поздравления с профессиональным праздником. За многолетний труд, медалями и грамотами от областной администрации и департамента образования наградили лучших представителей профессии. Инна Раченко в прошлом учитель географии и методист. Сейчас руководит детским садом в приграничном регионе. Говорит, что в новых условиях непросто воспитать патриотов, так как родители вынуждены нести серьезное финансовое бремя помощи. Наш сад был пущен в эксплуатацию в 1978 году. Представьте, у нас ни разу не было капитального ремонта. Да, мы делаем, допустим, утепляем учебные заведения, но в целом, допустим, проблемы с мебелью, проблемы, скажем, самые элементарные, с моющими средствами и так далее. Вот это все нам как бы поставляют родители. Виктор Иванович на протяжении 30 лет обучает будущих трактористов и машинистов. По его словам, раньше системе профтехобразования уделялось гораздо больше внимания. Мы до сих пор учим ребят на технике 80-х годов, которая практически устарела. Аграрный сектор уже, по сути, перешел на новые технологии, на новую технику, а мы пока еще в этом плане не переснастились. Поэтому есть свои сложности, но тем не менее мы оптимисты, мы надеемся и выполняем свой педагогический долг. О роли педагогов в любом обществе сегодня говорили и руководители области. Сколько бы мы ни говорили, а все-таки на плечах преподавателя, наверное, самый ответственный, самый важный для любой краины, все-таки еще как бы ответственность лежит. Праздничный концерт для всех учителей подготовил ансамбль областной филармонии «Раданы». Народный артист Украины Богдан Бенюк, известный ролями в кинолентах «Солдат-чародей», «Черная рада», «Иван Сила», провел творческую встречу в Северодонецке. Актер говорит, давно хотел приехать в этот город и встретиться с активной молодежью. У актора одна, так би мовити, мета, яка постійно його супроводжує, безсумнюю, це зустріч з глядачами, що обов'язково є справою для кожного артиста. Бо те, як я працюю в театрі, якби я тільки чекав на те, що має прийти театральний глядач до мене на зустріч, то я би втратив величезну кількість тих людей, які потребують іншого спілкування. Бо актер, він і в кіно знімається, він і викладацькою роботою займається, а найважливіше, треба мати зустріч, де йдуть спілкування очі в очі. Новий метод выращивання винограда под названием «Славянський вариант», плюс нові сорта винограда «Київська Русь» і подарок «Беседі». Все це плоди многолетнього труда жителя села Поповки Белокуракинського района Владимира Кононова. С подробностями Елена Зверхановская. На 18 сутках чего только нет. Завораживающее грозди винограда, крепкие однолетники, стройные ряды саженцев в стаканчиках. Весь этот виноградный рай житель села Поповки Белокуракинського района Владимир Гаврилович Кононов выращивает по собственной технології. Ну, значит, виноградом занимался давно, очень давно. Ещё в 66-м году там сажал, брал. Ну, были, конечно, какие, изабеллы. У меня были хорошие учителя. Ещё в школе попалась. Биолог был хороший. Ну, привели у меня любовь к природе. Владимир Гаврилович – сторонник органического земледелия. Он разработал технологию возделывания винограда «Славянский вариант» и снимает с куста 35-50 килограммов винограда. Сегодня уже ни для кого там не секрет. Все пишут, что должна быть органика под этим. Не обязательно удобрения. Можно опрыскивать, можно не опрыскивать. Всё равно виноград можно получить в любом случае. Высаживает саженцы винограда он тоже по своему способу. Посадочные ямы около 15 сантиметров. На дно ямы вместо удобрений вносит перепревшие листья, в которые заселяет горсть дождевых червей. Высаживает саженец и засыпает его плодородной землёй. Никаких минеральных удобрений, только органика. А тогда это было в диковинку. Поэтому приняли немножко, ну не все, но руководство клуба винограда приняло в штыки, в принципе, это дело. Ну, не вязалось с тем, что яму надо копать метр на метр и на метр. Туда подстилку всю. А я копал там на 15 сантиметров. Ну, тем не менее, после того многие попробовали. Работы меньше, а результат тот же. Также Владимир Кононов вывел свои сорта винограда, которые стали востребованными по всей Украине. Самый известный из них – это подарок беседы и Киевская Русь. Глаза вызрела полностью. Это хороший показатель для того. Ягода, кислоты у нее на сегодняшний день больше, чем тут. Но когда ее срежешь, уложишь в ящички, она к Новому году набирает сахар, теряется кислота, набирается сахар. Так как яблоки доходят в этом. А к марту он вообще бесподобный. Начинающие постоянно обращаются за советом к Владимиру Кононову. А в последнее время он публикует советы в газетах и журналах. Елена Зверхановская, Юрий Армасюк, Подие. Таким был этот день на Луганщине. И напоследок о погоде на 30 сентября. В Луганской области в пятницу переменная облачность. Ночью небольшой дождь. Днем без существенных осадков. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью 4-9 градусов со знаком «плюс». Днем 13-18 градусов тепла. В Северодонецке температура воздуха ночью 5-7 градусов выше ноля. Днем плюс 15-17 градусов. В Луганске температура воздуха ночью 6-8 градусов тепла. Днем плюс 15-17 градусов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова